В деревне Радчино Ленинградской области состоялась первая за последние 50 лет божественная литургия. Старинный храм, переживший две войны, был закрыт в 1962 году. Наши петербургские корреспонденты отправились в дорогу, чтобы рассказать о возрожденном храме. Храм был построен ровно 90 лет назад, и он повторил судьбу большинства церквей. Закрыли храм в 1930 году, во времена Великой Отечественной войны храм открыли оккупанты. Он пережил два фронта. Разоренный в 1962 году храм начинает оживать. Сегодня возрождающаяся святыня наполнилась теплом православной молитвы. Храм опустовать не должен никакой. Ни новый, ни старый. Никогда. А этому храму более 110 лет. То есть это надо, чтобы в храме были люди. И давно-давно была последняя судьба, и много лет тут никого не было. И мы все сюда сегодня приехали. Тот, кто приехал в Радчино, принял участие в божественной литургии, исповедался и пречислился святых тайн, никогда не забудет этот знаменательный день. И как в старину церкви строили всем миром, так и теперь восстанавливают. И восстановление храма объединило людей всех возрастов. На этом знаменательном событии присутствовали учащиеся школы из деревни Фалилеева, жители Радчино и близлежащих поселков, а также прихожане храмов города Кингисеппа. Совместный труд, тот, который был уже вложен в подготовку этого мероприятия, и действительно желание людей, чтобы было святое место, куда они могли прийти. Нас очень много лет отучали, наверное, от того, что церковь отделена от государства. Да, мы это всегда помним, но в душе, наверное, каждого человека есть что-то святое, и оно должно сохраняться. И вот сегодняшнее мероприятие подтверждение этому. Многие из собравшихся в храме в этот день причастились к святых христовых тайн. Но эта возможность появилась благодаря заботам всех трудящихся на благо церкви и мирян, и священников. Я очень сильно обрадовался, когда увидел, насколько здесь простым людям нужен храм. Вот обычным бабушкам, дедушкам, которые здесь живут, где-то в округе, насколько им сильно нужно. Вот они собираются, какие-то фотографии мне приносили своих там дедушек, бабушек, которые в этом храме там... А вот меня приходят, рассказывают, мне в этом храме христили. Мне там в этом храме маленькой девочке просорочку давали. Вот они вот это все вот настолько живо, вот такое вот живое у людей, такое стремление, чтобы здесь храм как-то восстановился. Вот это меня очень сильно поразило. Благочинный округа иеромонах Пантелейман Вахрушев выразил благодарность всем внесшим свою лепту в начало возрождения разрушенных святыней, а также радость совместной молитвы в восстанавливаемом храме. Господь и все святые в этот день, они ликуют, почему? Потому что в запустении, еще раз повторюсь, был столько времени этот храм святой, и здесь он возвращается к жизни. В нем снова забилась православная, вот дух православия, и вот именно сердце этого храма, оно будет биться. Выходя, каждый ощущал в сердце духовную радость и мир, появилась надежда и вера в то, что еще один из разрушенных в богоборческое время храмов нашей Родины вновь оживет.